Ставрополь Ставрополь уже в скором времени будут реконструированы, а сеть авиасообщений расширится Ставропольская минералка вновь подтвердила высокий уровень качества На международной выставке Prodexpo 2020 в Москве она получила гран-при На выставке было представлено продовольствие со всего мира В течение пяти дней проводились дегустации и опросы потребителей Об успехе минеральных вод Ставропольского края говорит не только награда «Лучший продукт 2020», сколько оценка экспертов и потребителей, для которых, собственно, и производится продукт наилучшего качества Вместо обветшалых зданий новые современные Будущее старопольских сел обсудили в минеральных водах Губернатор Владимир Владимиров провел совещание с руководителями 14 территорий региона Главная тема – участие в госпрограмме по комплексному развитию села Средства из федерального бюджета помогут отремонтировать действующие и построить новые школы Садики, спортплощадки, дороги и другие объекты Самый большой объем работ пока заявили Александровские, Придгорные и Степновские районы Губернатор призвал муниципальные власти при составлении плана в первую очередь Ориентироваться на проблемы, которые волнуют жителей Победители конкурса «Солдатский конверт» наградили в Ставрополе Торжественное отчествование лауреатов фестиваля конкурса Патриотической песни прошло во Дворце детского творчества В зале собрались талантливые исполнители из различных районов и округов края Лауреатам вручили дипломы разных степеней, а также памятные статуэтки Для финального гала-концерта отобрали 17 самых ярких номеров конкурса Почетными гостями мероприятия стали ветераны Ставропольские гонболисты пробились в четвертьфинал Европейского Кубка Вызова В ответном матче в Буденовске спортсмены клуба «Виктор» Обыграли соперников из Израиля Ромат Хашарон Встреча завершилась отсчетом 42-37 в пользу ставропольских спортсменов Отметим, что викторианцы пробились в одну четвертую финала Кубка Вызова в третий раз подряд Соперник клуба по четвертьфиналу определится 18 февраля Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова